Продолжение следует... Продолжение следует... Безусловно, с выбора темы исследования, собственно, и начинается само исследование. Шашунов и Гулько советуют, цитирую, «Правильный выбор темы показывает зрелость студента, его умение ориентироваться в потоке нерешенных задач и проблем». Конец цитаты. Тема определяет название исследования, так как она вмещает в себя, цитирую тех же авторов, «концентрированное выражение сути научного исследования». Тема исследования должна отражать существо проблемы, его цели и, конечно же, соответствовать содержанию. Любой читатель, уже цитирую, «из названия должен получить ясное представление о том, что сделано в работе и какой основной научный результат выделяет данную работу из множества других». То есть, название подобно визитной карточке. Если оно четко сформулировано, оно отражает суть работы и ее актуальность, то работа не останется незамеченной. В этом случае полученные результаты найдут широкое понимание и признание, и трудности в оценке значимости вклада студента в решение рассматриваемой проблемы не будет. Конец цитаты. Ануфриев в своей книге «Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы» пишет, «Обычно темы исследований для курсовых и выпускных квалификационных работ предлагаются студентам в виде соответствующих списков. Кроме того, студент может сам предложить свою тему исследования, и по согласованию с научным руководителем она может быть утверждена. «Процедура утверждения тем курсовых и выпускных квалификационных работ существует только для того, чтобы предостеречь исследователя от выполнения бесплодной работы». Конец цитаты. И действительно, зачем исследовать заново то, что уже исследовано достаточно детально? Как уже упоминалось ранее, тема должна быть актуальна, интересна и при этом отражать сферу ваших интересов. Вместе с тем, тема должна быть достаточно ограничена и максимально четко сфокусирована на определенном предмете исследования, так как ее нельзя развить одновременно и глубоко, и широко на 20 страницах исследовательской работы, или немного более. Определиться в том, как ограничить тему исследования, чтобы она была достаточно узкой и достаточно глубокой, вам поможет ответ на вопросы. Задайте их себе. «Какова цель моего исследования? И к чему я хочу прийти в своих научных поисках?» Таким образом, мы подошли к вопросу выбора цели, которая является отправной точкой любого научного исследования. Цель, пишет Ануфриев, это своего рода предвосхищение сознания исследователя результата, на достижение которого направлено исследование. Разумеется, достижение поставленной цели должно обеспечиваться минимальным количеством решаемых научно-исследовательских задач. Теперь давайте обратимся к задачам исследования. Задача исследования, цитирую издание, которое называется «В помощь написания диссертации и рефератов», «это те действия, которые необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, для решения проблемы или для проверки сформулированной гипотезы исследования». Конец цитаты. Задачи должны быть взаимосвязаны, должны отражать общий путь достижения цели. Единых требований и алгоритмов для формулировки задач исследованиям не существует. Можно наметить лишь общие ориентиры для их определения. Меритукова классифицирует задачи исследования, разбивая их на три группы. К первой группе она относит задачи, которые связаны, цитирую, «с выявлением сущностных признаков и критериев изучаемого явления или процесса». Ко второй группе задач относятся те задачи, которые связаны с обоснованием способов решения проблемы. И к третьей группе относятся задачи, связанные с формулированием ведущих условий обеспечения эффективного решения проблемы. Одна из задач может быть связана с характеристикой предмета исследования, с выявлением сущности проблемы и с теоретическим обоснованием пути ее решения. Приведем несколько примеров возможного формулирования первой задачи. Раскрыть сущность теоретических подходов по проблеме. И дальше приводится проблема. Пронализировать специальную литературу по проблеме, и называется проблема. Или определить и конкретизировать сущность понятия. И дальше пишется понятие. Конец цитаты. Вторая задача. Чаще всего она нацелена на раскрытие общих способов решения проблемы и на анализ условий ее решения. Например, такие задачи принято формулировать с помощью глаголов. Провести диагностику и так далее. Установить возможные пути решения проблемы. Или изучить особенности того-то или другого. Третья задача. Обычно носит прикладной и рекомендательный характер. Например, такая задача может быть сформулирована с помощью следующих выражений. Выявить или показать взаимосвязь этого и этого. Разработать рекомендации по формированию того или другого. Разработать программу, направленную на... И предлагается рассмотреть программу. И так далее. Конец цитаты. Важно помнить, что при определении целей и задач исследований необходимо правильно их формулировать. Эта формулировка должна быть по возможности четкой и краткой. Ее назначение – определить стратегию и тактику написания работы. Как известно, цитирую справочное пособие Кузнецова, основная часть работы включают в себя две-четыре главы, которые разбивают на разделы и подразделы. Каждая глава посвящается решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается констатацией итогов. Напомним, что при формулировании названий разделов или глав необходимо избегать логических ошибок. Таких ошибок, как, например, одинаковое название курсовой работы и одной из ее глав. Конец цитаты. И далее Кузнецов подчеркивает, цитирую, «Безусловным требованием к тексту работы является ее соответствие с формулированной целью и поставленным задачей». Конец цитаты. Важно, чтобы в конечном счете изложение основной части исследовательской работы в целом соответствовало поставленной во введении цели и полностью реализовало ее. Если выясняется, что итоговый текст несколько отклоняется от цели, лучше подкорректировать ее формулировку. Итак, задача исследования – это обычно конкретные шаги на пути к достижению цели исследования. Сформулированные цель и гипотеза исследования определяют задачи исследования, то есть задачи вытекают не только из цели, но и из гипотезы. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова